Новости продолжают эфир в студии. Работает Виктория Антонишина и я Вера Захарчук. Здравствуйте. Семь предпринимателей из Мангосталовской области стали победителями проекта «Одно село, один продукт». Каждый из них получит грант в размере 5 миллионов тенге от государства, которые можно потратить на закуп оборудования и создание инфраструктуры для развития своего дела. Подробности у наших корреспондентов. Работает Виктория Антонишина. Помочь сельчанам создать стабильный бизнес, производить и сбывать собственную продукцию. Проект «Одно село, один продукт» является компонентом программы «Я предприниматели», реализуемой в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. Основная задача – повышение предпринимательского потенциала жительниц сельской местности, производство продукции из подручного сырья, открытие новых рабочих мест. В этом году в проекте участвовали 800 предпринимательниц едва ли не со всей республики. В финал вышли 80. Каждая получит грант в размере 5 миллионов тенге. Сумму можно направить на создание соответствующей инфраструктуры и закуп оборудования. Среди обладателей гранта – жительница села Мангыстау Манайлинского района Нурхия-Бекнеязова. На 35 сотках земли она построила 5 теплиц и провела капельное рашение. Ежемесячно поставляет по тонне овощей на местный рынок. Выращивает разную зелень, в том числе руколу, шпинат и салат. Нурхия намерена потратить грант на оборудование для растеневодческого комплекса. Заказали котёл для обогрева теплиц и оборудование для гидропоники и микрозелени. У нас работает два человека, хотим нанять ещё двух рабочих. Приобретение нового оборудования позволит нам круглогодично выращивать растения. Государству тоже выгодно, чтобы предпринимательство развивалось. Это новые рабочие места, поступление налогов в бюджет. Для поддержки женщин, желающих заняться собственным делом, в Каракиянском районе открыли специальный центр. Там женщины занимаются рукоделием, пошивом одежды и предметов интерьера. 33 рукодельницы недавно получили сертификаты швей. В регионе сохранились и развиваются традиционные виды ремесла. К примеру, одна из обладательниц Гранта, одно село, один продукт Шаттых Дусимбаева специализируется на изделиях из войлока. Для изготовления войлочных изделий шерсть нужно промыть, обсушить, отбить, чтобы в процессе валяния волокна сцепились между собой и достигли нужной плотности. Это очень трудоёмкий процесс. Чтобы облегчить труд и сэкономить время, хотим приобрести аппарат по обработке шерсти. Это, несомненно, отразится на производительности. На развитие сельского бизнеса в этом году из областного бюджета выделили 100 миллионов тенге. Такую же сумму заложили и на следующий год. Проект рассчитан до 2026 года. Райхан Тажибаева, Талгат Исламулы, Саламат Бекбаев, Мангастауская область, 24КЗ. В этом году прокуроры Западно-Казахстанской области защитили права больше 2000 предпринимателей. Помогли решить проблемные вопросы инвесторов, которые реализуют масштабные проекты в регионе. К примеру, некоторые бизнесмены смогли получить дополнительные участки земли. Леана Жемлеханова расскажет. При прокуратуре области работает специальный фронт-офис. Сюда поступают жалобы от предпринимателей. Начиная с прошлого года специалисты решили проблемы 11 инвесторов, которые в области реализуют крупные проекты. Первый заместитель прокурора Западно-Казахстанской области Даурен Умаргалиев рассказал о работе мобильной группы. В мобильную группу прокуратуры области поступило порядка 20 сигналов от предпринимателей по всем принятым мерам. В текущем году по актам прокурорской реагировки защищены права свыше 2700 предпринимателей. Прокуроры помогли решить проблему предпринимателя Булата Шакимова. В рамках карты индустриализации он начал разработку песчаного карьера для своего завода по производству бетонных изделий. Однако в 2020 году выяснилось, что на этой территории местные власти выделяли земельные наделы под дачи. Предприятие из-за судебных разбирательств несколько лет не работало. Решить проблему помогли прокуроры. У них есть фронт-офис. Я обратился к ним, и они мне в этом деле помогли. Сейчас карьер снова принадлежит нам. Мы сейчас начали добычу, согласно контракту на добычу и рабочей программы. И запустили свое производство. То есть сейчас наш завод работает. Эту сырье мы используем для своего завода. За нарушение прав предпринимателей в этом году прокуроры области привлекли к дисциплинарной ответственности 24 должностных работника. Леана Жемлиханова, Ербол Миндагалиев, Эльдар Аюпов. Западно-Казахстанская область, 24КЗ. В Сеуле впервые прошел форум межрегионального сотрудничества Центральная Азия, Республика Корея. Участники встречи подчеркнули, что мероприятие будет способствовать открытию новых возможностей для решения социально-экономических задач стран-партнеров. Кроме того, в рамках визита делегация Туркестанской области посетила провинцию Кангон и город Таджон. Основной темой переговоров стало развитие сотрудничества в сельском хозяйстве. Одним из ключевых достижений стало соглашение о строительстве завода по производству труб ПВХ в Туркестанской области. У нас в Туркестанской области реализуется проект строительства филиала университета Вусонг. Мы встретились с данным университетом, а также встречались с компанией Корейл по железнодорожной просторе. Сейчас они рассматривают вопрос. Мы им предложили на базе данного университета у нас создать тренинг-центр для обучения и перификации железнодорожников. Особенно сейчас, когда регионам Южной Кореи не хватает рабочей силы из-за низкой рождаемости и старения населения, мы надеемся, что из Центральной Азии будет приезжать больше работников для восполнения этого дефицита. Также мы создаем условия для того, чтобы студенты из этих стран могли приезжать учиться в Корею. Таким образом, между местными органами власти Кореи и Центральной Азии существует большой потенциал для сотрудничества. Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах страны. По данным КАЗ Гидромета, в северных и южных регионах ожидаются осадки и гололед. Вели ограничения для грузового и общественного транспорта на трассах в Карагандинской, Павлодарской области и Улытау. Ориентировочно дороги откроют в понедельник к 8 утра, пояснили в Казавтажоре. Циклон Фингал приближается к побережью Индии, угрожая нескольким штатам с сильными наводнениями. Ливни уже затопили улицы. В ряде районов на юго-востоке страны жители эвакуируют во временные убежища. Движение электропоездов сократили для безопасности пассажиров. Сильные осадки ожидаются также в штате Анхропротеж. По прогнозам синоптиков, скорость ветра в эпицентре циклона может достигать 80 км в час. Конституционный суд Румынии поручил пересчитать голоса первого тура выборов президента. Поводом стало обращение кандидата от Национал-консервативной партии страны, которая обвиняется к фальсификации голосов. Напомню, по итогам первого тура голосования, которое прошло 24 ноября, победил крайне правый независимый кандидат Кэлен Джордж-Заэшску. На втором месте оказался действующий премьер-министр и председатель социал-демократической партии Марчел Чулаку. Они должны встретиться во втором туре, который запланирован на 8 декабря, если суд не аннулирует результаты. Тем временем в Румынии сегодня стартовали парламентские выборы. Более 8 тысяч кандидатов из 50 партий. Организации будут бороться за 332 места в Нижней Палате и 137 мест в Сенате. Согласно соцопросам, фаворитами являются социал-демократическая партия и альянс за объединение Румын. Для получения парламентского мандата политические силы должны набрать не менее 5% голосов избирателей по всей стране. При этом порога явки нет. Выборы будут признаны состоявшимися при любом количестве участников. Власти Грузии не рассматривают вопрос проведения повторных парламентских выборов, как того требуют протестующие. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Ираклий Кабахидзе. По словам политика, президенту Грузии Соломой Азербашвили все-таки придется сложить свои полномочия, несмотря на ее отказ. Кабахидзе также прокомментировал прекращение стратегического партнерства США с Грузией. Он отметил, что это решение носит временный характер, поскольку нынешняя администрация Белого дома старается оставить новому составу как можно сложное положение. Власти Грузии будут ждать инаугурации Дональда Трампа, чтобы обсуждать дела с новым правительством США, заявил премьер. Он подчеркнул, что процесс евроинтеграции в стране не останавливается. В Грузии наращивают усилия для вступления в Евросоюз в 2030 году. Сегодня всемирный день борьбы со СПИДом. С начала этого года в Казахстане выявили больше 3000 новых случаев ВИЧ-инфекции. Гульнара Ерманова расскажет, как живут и лечатся люди со статусом в нашей стране. В Казахстане проживает свыше 34 тысячи людей с ВИЧ. Многие из них предпочитают скрывать свой статус. В их числе 40-летняя жительница Костаная. О своем диагнозе она узнала почти 15 лет назад во время беременности, но до сих пор предпочитает не афишировать его. Сейчас она ведет свой бизнес и воспитывает здорового ребенка. Считает, что отношение в обществе к носителям инфекции с тех пор не сильно изменилось, поэтому попросила не показывать лицо. Это шок, конечно, когда узнала вообще полностью, при том, в всем это был 2009, это сейчас, мы более-менее знаем какую-то информацию, знаем что-то, а тогда это было полное отрицание, и я не знала, как жить дальше, я не знала, что будет с моим ребенком. С начала года в стране выявили больше 3000 новых случаев ВИЧ. Наибольший рост зарегистрирован в Шимкенте, Алматинской, Атараусской, Акмолинской областях и в Астане. В остальных регионах врачи отмечают снижение. Инфекция поражает иммунную систему человека. Чаще всего носители не подозревают о своем статусе, поскольку, как правило, у них не возникает симптомов. При этом они могут передавать вирус другим. Выявить его можно только с помощью специального теста. За последние годы показатель смертности от СПИДа снизился с 1,4 на 100 тысяч населения в 2018 году до 0,5 в 2024 году. И охват антиретровирусной терапии увеличился в 19 лет. Раз за последние 12 лет у 90% людей, живущих с ВИЧ, вирусная нагрузка подавлена. И это означает, что они не могут передавать вирус половым путем. В этом году столичные медики инфекцию обнаружили у 362 горожан. Это чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего ВИЧ в Астане выявляют у молодых людей, нередко после случайных связей. С каждым годом у нас регистрируются новые и новые случаи ВИЧ-инфекции. В основном это выявляется среди населения в возрасте от 20 до 30 лет. Это работающий контингент. Есть также и учащие студенты СУЗов, ВУЗов. Основный путь передачи по городу Астана все-таки превалирует половой путь передачи. На учете в столичном центре по профилактике ВИЧ состоит свыше 2,5 тысяч человек. Все они получают так называемую антиретровирусную терапию. Лечение и обследование для них полностью бесплатное. На диспансерном учете они остаются у нас пожизненно. Проходят спектр обследований, которые согласно клиническому протоколу должен проводиться не менее 3-4 раза в год. Если они принимают антиретровирусную терапию постоянно, пожизненно, вовремя, хорошо привержены, то никогда у этих пациентов не меняется качество жизни. То есть они полностью ведут, могут вести здоровый образ жизни, они могут создавать семьи, работать беспрепятственно во всех структурах, рожать здоровых детей. Если еще несколько десятилетий назад СПИД называли чумой века, то сейчас все изменилось, уверены эксперты. Эпидситуация в стране под контролем. В ВИЧ есть у менее 1% казахстанцев. Тем не менее распространение инфекции держат на контроле. Казахстан – это такое государство, где впервые в Центральной Азии все лечение полностью, динамическое наблюдение за людьми с ВИЧ было взято государством под свою ответственность. То есть для человека с ВИЧ-инфекцией все это бесплатно. Он бесплатно наблюдается, его врачи осматривают, бесплатно сдает тесты дорогие, кстати, лабораторные тесты на иммунный статус, на вирусную нагрузку. Бесплатно получает хорошие, эффективные препараты. Специализированная служба по борьбе со СПИДом в Казахстане появилась в 1989-м. Сегодня она отмечает свое 35-летие. Гульнара Ерманова, Марат Диханбаев, Канат Махмутов, 24КИЗ. В Шымкенте наградили лучших авторов детективов. Произведение каждого конкурсанта отличалось загадочными расследованиями и сложными психологическими приемами. Республиканский конкурс, посвященный основоположнику казахского детектива, Кемелю Тукаеву, проводят в стране уже седьмой год подряд. На этот раз он привлек больше участников, от опытных писателей до начинающих. О лучших авторах детективных историй расскажет Катерина Попкова. Шымкент стал центром литературной жизни, принимая седьмой республиканский конкурс детективных произведений имени Кемеля Тукаева. Эта ежегодная встреча, уже ставшая традицией, собирает как маститых авторов, так и начинающих писателей, жаждущих проявить свой талант. На торжественной церемонии награждения жюри представила победителей. Гран-при присудили Тураку Адисулы, а первое место заняла Ирина Базархаликазы, второе место у Адильбека Ибраимулы. Его произведение, по словам жюри, отличается тонкой интригой и глубоким психологизмом. Если рассматривать любую вещь как товар, то детективное произведение считается одним из самых успешных в интеллектуальной среде. На основе таких детективов снимают фильмы, издают книги, которые приносят в оборот значительный капитал. Такие произведения в большом количестве представлены на этом конкурсе. С 2018 года детективный жанр в Казахстане переживает настоящий бум, и конкурс стал его важной вехой. В этом году поступило 106 работ. Это на 34 произведения больше, чем 7 лет назад. Айнур Симбаева, организатор конкурса, отметила, что на этот раз конкурсантам предложили новое условие. В этом году мы решили, что у казахов должен появиться свой Шерлок Холмс, свой детектив. С этой мыслью мы изменили требования конкурса. В правилах мы ввели персонажа следователя по имени Аблай Кайсенов. Через этого героя мы попытались создать собирательный образ сильных профессионалов, работающих в правоохранительной сфере и раскрывающих преступления. Проект продолжает развиваться благодаря поддержке литературного сообщества и профессиональному подходу жюри. Он помогает выявить новые таланты. Важным шагом для сохранения и распространения этого жанра в стране стало издание первого сборника детективных произведений на казахском языке. В Ташкенте прошел четырехдневный фестиваль стихов, который каждые два года организовывает Международная организация «Тюрксой». Масштабное культурное событие собрало известных поэтов, литературоведов и писателей стран тюркского региона. Одним из ключевых событий стало выступление участников на поэтическом вечере, где они зачитали собственные произведения. В рамках мероприятия делегаты также возложили цветы к памятнику выдающегося узбекского поэта и мыслителя Алишера Наваи. Фестиваль направлен на укрепление единства тюркского мира и развитие культурных связей через искусство и литературу. Наши страны тесно связаны и вместе мы укрепляем солидарность в условиях глобализации. Этот процесс активно развивается через литературу, культуру и искусство. Важными элементами являются стихи поэтов, которые вдохновляют и объединяют. Когда тюркские народы собираются вместе, душа человека расширяется. Все понимают, что их цели и корни в основе своей едины. На таких встречах даже не нужен переводчик. Семей считается родиной казахстанской конной полиции. Именно здесь был создан первый полк. Сегодня в подразделении служат 9 лошадей и 11 полицейских кавалеристов. Вот так вот Дандыбаева расскажет о тонкостях их работы. Конный отряд департамента полиции области Абай входит в состав батальона патрульной полиции управления полиции Семея. Основная задача полицейской кавалерии такая же, как у обычной – не допускать правонарушений. Сохранять общественный порядок непросто. Особенно в такие моменты, когда нормальной дороги до места назначения попросту нет. В этом деле полицейским хорошо помогают лошади, которые могут пройти там, где не проезжает машина. В список труднодоступных участков входят дачные массивы, прибрежные территории водоемов, особенно заросшие камушом. С начала года сотрудники кавалерии пресекли порядка 30 административных правонарушений и задержали двух преступников. О наиболее частых ситуациях рассказал полицейский кавалерист Азамат Фазылов. В основном бывают кражи, бывают драки и все в основном в состоянии алкогольного опьянения. Летом, когда вертыш, люди купаются, в основном в нетрезвом состоянии бывают люди. Были случаи, когда даже спасали на лошади, с вертыша вытаскивали людей. За каждым полицейским закреплена определенная лошадь. Кавалерист обязан ухаживать за животным, отвечать за его здоровье и внешний вид. А перед тем, как выйти на смену, лошадь одевают в специальное обмундирование. Сотрудники, которые заступают на дежурство, вот они в 6 утра начинают первое кормление лошадей, потом расчесывают, дают воду, а также прогуливают. В основном патрулирование у нас осуществляется в теплый период времени, то есть это с апреля месяца по октябрь, в этот период времени посменно заступают на патрулирование. Конную полицию жители города замечали не раз. Они говорят, что такое подразделение городу действительно необходимо. Здесь по 2-3 лошади были. Ну, надеюсь, что не зря это все, потому что есть где машины, реально не проедут, например. В департаменте полиции отметили, что на службу в конную полицию зачисляют только специально обученных лошадей. Их главное качество – спокойный характер, ведь кавалеристам нередко подходят дети и просят сделать совместную фотографию. Ботогос Дандыбаева, Медит Умерханов, 24КЗ, область Абай. В Павлодаре впервые состоялся городской чемпионат по пожарно-спасательному спорту среди детей. Лучшие юные спасатели войдут в состав сборной области, а далее команда получит путевку на чемпионат республики. О самых ловких и сильных расскажет Ербу Лабишев. Городской чемпионат юный спасатель собрал 22 команды. Побороться за звание лучшего юного спасателя решили 132 школьника. Многие из них в таких соревнованиях участвуют впервые. Но есть и те, кто уже серьезно занимается пожарно-спасательным спортом. Даниил Черевко – один из них. Мы готовились по 2-3 часа к этим соревнованиям на протяжении 5-6 месяцев. И особо здесь ничего сложного нет. Главное там бегать просто, тренироваться. Участников чемпионата отбирали на школьных соревнованиях. Самые ловкие и сильные прошли на городской турнир. Учитель Тимур Хасанов готовил команду, отбирая в школе лучших претендентов. Надеемся, что уровень подготовки будет соответствующим. Все готовились, все принимали активное участие. И победит, наверное, конечно же, сильнейший. Самому младшему участнику соревнований Орлану Кабжапарову меньше 10 лет. Но даже в таком возрасте он уже демонстрирует в нелегком пожарно-спасательном спорте хорошие результаты. Шестиклассник настроен одолеть своих соперников и выйти в финал. Наша команда очень хорошо подготовилась к этим соревнованиям. Я думаю, мы сумеем одолеть своих соперников и выиграть чемпионат. Мы хотим попасть в сборную и отстаивать честь области на республиканском уровне. Организаторы городского чемпионата планируют отобрать лучших спортсменов, чтобы сформировать из них сборную команду по Ладарской области. Уже скоро она примет участие в республиканском чемпионате. Чемпионат Казахстана будет организован. Зимний чемпионат – это в феврале месяце в городе Астана 25-го года. А также в августе и в месяце в городе Туркестан. Чемпионат мира запланирован на следующий год. Пожарно-спасательный спорт имеет свою специфику. Спортсмен должен быстро преодолевать 100-метровую полосу с препятствиями, подняться по штурмовой лестнице в окно. Кроме того, нужно владеть навыками боевого развертывания и пожарной эстафеты. Спорт требует хорошей физической подготовки, а также прививает навыки поведения в чрезвычайной ситуации. Ермол Абишев, Далют Хошкарбаев, Марат Дигликов из Палладара, 24КЗ. Инвалидность – не помеха для большого спорта и высоких достижений. Так считает тренер из Актубе Сергей Ведюшкин. Его секции известны во всей области. Он восстанавливает учеников через пауэрлифтинг. С помощью комплекса силовых упражнений тренер возвращает к обычной жизни и людей с тяжелыми недугами. Причем доводит подопечных до областных и республиканских соревнований. Секреты побед пара спортсменов узнавал Вячеслав Витлугин. От робкого юноши до батыра Жасулан Саин окреп за год тренировок. С пауэрлифтингом Жасулан забывает о недугах и бьет рекорды на соревнованиях в параспорте. Когда я начинал, я поднимал 45 килограммов. Потом начал здесь с анимацией, уже поднимал 65. И на прошлых соревнованиях поднял 96 килограмм. Думаю, хорошо. За такой короткий промежуток время. Разглядеть и развить талант умеет тренер Сергей Ведюшкин. Жить без барьеров он учит своих учеников со сложными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Его подопечная Гулим Курманбаева. Бронзовая медалистка паразиатских игр. Спорт возвращает к жизни. Закаляет спасибо за все Сергею Ведюшкину. Он помогает нам достигать новых вершин и никогда не сдаваться. Не пасовать перед трудностями. Ведюшкин тренер по призванию. Работает на энтузиазме и любви к своему делу. Он мечтает, чтобы его воспитанники покорили Олимпийский пьедестал. Курманбаева Гулим, дай бог, чтобы у нее должно получиться. Потому что этот Олимпийский цикл мы прошли и нам не хватило немножко. Килограмм, два, наверное, не хватило, чтобы попасть. Заветная мечта наша была попасть на Олимпийские игры в Париж. Но, к сожалению, мы не смогли. Если были бы какие-то ошибки, то надеюсь, что исправим. Будем работать еще лучше. Эти люди живут тренировками. Для многих из них спорт – это отдушина и вера в себя. А такие наставники, как Сергей Ведюшкин – проводники в здоровую жизнь. Вячеслав Фетлугин, Мансур Искожин, Айнадин Молдобеков, Айбек Даутов. Актюбинская область, 24КЗ. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»